здравствуйте с вами команда сопровождения гуманитарной помощи приехали мы отсюда с той стороне саратов сейчас мы находимся около поворота на коленец едем дальше пока что путь пролегает без проблем новая дорога вполне хорошая спасибо за внимание оставайтесь с нами а а а а а а а вот артур квартиру как разбили не дай бог да это хорошо что счастье что ты вышел а если бы там убила вот сегодня сколько было похорон он этот папок виктор он вчера его волной оглушила но у него видать легкая контузия он и сегодня режет он не может подняться а я вообще расскажите вот как это было вчера вот вы были дома да когда раздался как было приехали на машине посмотрели а потом это просто ну как говорится это была задача значит какая-то просто так домыслие а кто же приехал мать на машине приехало четверо за рулем это как сказала вот наша скажите кто коммунхоз начальница она сказала что за рулем сидел худенький молодой человек а рядом сидел дядя здоровый лысый а на руке рука у него очень даже была приметная на руке до локтя то ли дракон то ли кто знает ну красный синий это краской ну как рисунок сделанный они уехали но знаки различия были это было украинской армии ничего не было абсолютно раздетые и ничего не было абсолютно думали что просто люди приехали поехали но через 10 минут начался астап били капитально хорошо что мы успели уйти в этот в подвал кто нибудь пострадал из жильцов дома один у Виктора только что оглох его легкая контузия так мы думаем потому что у него голова болит все так прокапата я там упала конечно в подвале ударилась хорошо хотя мне это уже не нужно и вообще старикам что оно нужно может обратитесь к украинским властям с какой нибудь просьбой вы знаете нам дали номер только 112 звоним а там отвечают дождитесь оператор вам ответит никто так и не ответил а вот с первого подъезда Галя звонила ей ответили но ответили что помочь вам ничем не можем ну а коммунхоз сказала она пишите заявление ну правильно ну-ка такие окна все же вылетело как бы только окна и в дверях и везде эти осколки весь потолок вот же вот такие дыры а у них вот под окном прямо аж там напротив вот у дом там три мины упало вот такие кушки дровиняк залетели домой вот такие кушки дровиняк вот если бы не дерево может быть потому что дерево получается основное и осколки многие в него ушли залетели слева справа хорошо хорошо давай от волны смотрите все весь дом нету живого стекла в квартиру залетели вот такие куски повезло что в этой комнате в этот момент возле компьютера никого не было но уже видно было что все рядом летит и мы как-то спрятались где несущая стена между этими двумя стенами между кухней и коридором так бы конечно посносило все там и головы и терепат и вот это спасло что они с первого раза не попали люди увидели что уже близко взорваются вот один вот здесь в огороде взорвался и люди уже стали прятаться туда где как бы ну кто в ваннах кто в комнатах так бы конечно было много пострадавших если бы сразу попали потому что в этих комнатах как раз у людей компьютеры стоят там у кого-то там спальня у кого что там вот били целенаправленно пробхоз причем били один снаряд попал хотели вывести у нас газовую установку это распределитель вот от него метров 8 не долетел снаряд один не долетел метров 4 до электротрансформатора или хотели вывести вот инфраструктуру как говорит непонятно соседям тоже повезло в огороде разорвался чуть правее дом бы снесло бы вот этот взрыв кстати уже дал команду что что-то рядом уже и вот эти люди стали прятаться так было много уже потому что и в окна заглядывают все время видите штук 5-6 балконов не пострадали с того края здесь практически все повалит так я хочу передать большой привет нашим властям я не знаю о чем они думают как они собираются объединять страну но то что они творят я думаю что люди никогда им этого не простят кто там что они собираются делать я например уже я сюда приезжал в Украину меня Украина приняла но это была оказывается другая Украина я уже беженец один раз был я приехал с Кавказа правда я сам давно здесь жил еще в школе учился в девятом классе еще никаких войн не было ни на Кавказе нигде потом вернулся опять я закончил 26 школу в Луганске в центре Луганска находится вчера там тоже бомбили возле цирка стадион вот жил тут давно потом опять уехал к себе началась война жена у меня русская сам я армянин приехал с семьей сюда когда на Кавказе началась война у нас был грудной ребенок тогда поэтому мы оттуда уехали сыну было тогда 4 месяца когда там началось все вернее его еще не было он родился во время конфликта когда ему уже было 4 месяца уже там невозможно было осталось мы приехали сюда когда Украина нас приняла все великолепно было но это была советская Украина нормальная человеческая Украина сейчас это фашистская Украина мне не нужна я до конца буду пока здесь дом пока не развалили я как говорил пока дом не развалят я отсюда не уеду но и не хочу чтобы Украина была фашистской и я думаю что мы все таки добьем этих нациков и будет тут нормально хоть она будет в составе Украины хоть она будет в составе отдельной республики хоть в России но только не с фашистами спасибо спасибо на поселке хутор Макарова Гагарина 10 взорвался этот самый снаряд воронка глубиной наверное метр а то полтора и длиной наверное метра два с половиной в степлицу все завалило дом он крышу немножко задело сарай вот развалило и и и вот туалет ну туалет на бог с ним но все равно сколько убытка вот поэтому я не знаю кто это Петр Алексеевич говорил что он не будет стрелять по мирных жителей а вы ему верите? верил так и верил сейчас уже вообще не верим правильно вот а до этого он же нам обещал обещал что будет мир а Макарова почему с Макаром посмотрите сколько побито домов Макарова мирных жителей это зачем кто отвечать будет ну так уж у Петра Алексеевича спросить вот как раз в камеру вот я хочу же у него спросить кто же ответит за это вот за разруху вот такую хотел бы я знать и не только я а только сколько уже этих людей пострадало поэтому я надеюсь что перемирие будет а ну какие возьмем сразу будет о вот вот давайте давайте берите все я заканчиваю наверное виноват был кондиционер здесь мы наблюдаем очередной взрыв кондиционер целый но тактически разрушил он кварпул давай наверное прокомментируем давай ну к сожалению к сожалению в райотделку послушаем но в райотделку прямое покатание внутри ни одной живой стенки нету это это 120 миномет шелезья а может быть даже и сал может даже и сал гаубица 120 тоже не может гаубица хотя кстати по полету похоже даже на гаубицу видишь скользко скорее всего даже гаубица удар вот отсюда поднял поднял в 7 часов вечера в горы после коров и видели как здесь черный дыр вечером мы не поехали потому что темно уже обстреливают а сегодня утром приехали ну вот это и все что мы остались а что было здесь а это было кафе корчма мы здесь готовили кушать торпили людей у нас людей было много заказов много было россиян приезжали свадьбы отмечали день рождения ну все праздники теперь ничего не вот когда есть вы вот мы не нас не не Продолжение следует...